Ну вот, посмотрите сюда. Сейчас я расскажу про то, как можно очень просто закрепить, укрепить разгибатели пальцев. Разгибатели пальцев располагаются на тыльной поверхности предплечья. Вот здесь. Вот это ладонная поверхность предплечья, это, соответственно, тыльная поверхность предплечья. Вот работа их, посмотрите. Вот я двигаю пальцами, соответственно, когда пальцы, значит, тут на сгиб работает, вот ладонная поверхность предплечья, когда разгибаю, вот работает тыльная. То есть очень хорошо видно, да? Вот они работают мышцы. Это разгибатели пальцев. Разгибатели пальцев. То есть, смотрите, они работают не только тогда, когда мы разгибаем пальцы, но и когда мы сжимаем кулак, для того, чтобы стабилизировать силу сгибателей пальцев. Иначе более сильные сгибатели пальцев утянут руку, всю предплечье, вот так вот согнут, в эту сторону. Чтобы этого не произошло, значит, компенсаторно напрягаются и разгибатели пальцев. И разгибатели предплечья, соответственно. Вот. Значит, смотрите, что происходит. Я сжимаю кулак. И вот смотрите сюда. Вот они начнут работать. Для стабилизации. Смотрите. Вот. Вот они напрягаются. Чем я сильнее сжимаю кулак, тем сильнее напрягаются эти мышцы. Это очень важно в ударе, чтобы никуда ничего не гульнуло. Да? Поэтому они закрепляют и кулак, и, соответственно, когда пальцами бьем, да? То есть, например, пальцами. Чтобы они не согнулись. Таким образом при ударе. Таким образом при ударе. Стабилизируется этими мышцами все это дело. Таким образом. Так вот. Одно из упражнений. Самых простых, самых легких и коротких. Сделается с помощью простой резиночки. Это резинка для банкнот. То есть, очень простая вещь. Она в каждом доме может быть. Если мы ее просто наденем на пальцы и попытаемся пальцы разжать. Смотрите. Она соскочит. Все. Она соскакивает. Вот таким образом. Чтобы этого не произошло, ее нужно каким-то, значит, образом зафиксировать. Делается достаточно просто. Ну, другой рукой, соответственно. То есть, мы тренируем одну руку, а фиксируем другую. Вот мы, видите, на пальцы надели. И, значит, что мы делаем? Здесь берем этим пальцем так. Этим так. Этим так. Так. И так. Знаете, что получилось? Мы правой рукой зафиксировали резинку. И у нас получилось, что для каждого пальца, значит, образовалась собственная петелька. И вот теперь мы начинаем пальцы разжимать. Вот на предплечье, посмотрите. Видите, там мышцы работают, да? Видите, разгибатели работают. Только локти, посмотрите, в сторону локти. Вот. Кому мало покажется резиночки такой, можно взять две резиночки. Или посильнее поднатянуть правой рукой. Тогда будет тяжелее работать. Но, смею вас уверить, что это не так просто, как, в общем-то, кажется. То есть 20-30 движений, и вы почувствуете нагрузку очень большую. Реально большую нагрузку. Так вот. Так мы, значит, отрабатываем динамическое воздействие, да? А при динамическом таком воздействии у нас в основном работают мышцы. То есть укрепляем мы мышцы. Мышцы разгибателей пальцев. А в ударе нужно не только, чтобы были сильные мышцы, да? А чтобы еще были очень крепкие сухожилия. Сухожилия же работают больше в статике. То есть не когда мы двигаемся, а когда мы изометрически напрягаем мышцы. То есть это сильные титонические напряжения без движения. Как это делается? Представьте, что в руках вы держите яблоко. Вот, яблоко. Теперь одни пальцы вы делаете поверх других. Вот таким вот образом. Смотрите. То есть у меня симметрично все пальцы одной руки зашли под пальцы другой руки. И теперь я этой рукой сжимаю пальцы, а этой рукой не даю их сжать. Очень сильно сопротивляясь. Сильно сопротивляясь. Где-то 6-7 секунд. И расслабляемся. Стряхнули руки, да? Опять точно так же сделали. И опять так же воздействуем. 6-7 секунд. Расслабляемся. Это вырабатывает очень крепкие сухожилия. Ну вот, два простых упражнения для того, чтобы укрепить разгибатели пальцев. Все.